10 новых секретных функций телефона, которые вас удивят 10 лет назад вам понадобилось бы 10 гаджетов для 10 разных ситуаций. В эру смартфонов вы можете звонить, писать смс, смотреть телешоу, читать новости, совершать платежи и даже больше. Мы нашли несколько полезных функций в смартфоне, которые сделают вашу жизнь легче. Функция номер три – наш фаворит. Смотрите сами и получите доступ к секретному меню. 10. Сообщение на экране блокировки. Представьте, что вы потеряли свой телефон, а экран заблокирован графическим ключом. Вы единственный, кто знает этот уникальный код, не так ли? В этот момент может показаться, что вы больше не увидите свой гаджет. Но у вас есть шанс. Просто оставьте сообщение на экране блокировки, используя специальную функцию в новой версии Android. Например, вы можете попросить вернуть ваш телефон. Перейдите в настройки, экран блокировки и пароль, подпись экрана блокировки. Теперь напишите резервный номер телефона или ваш имейл. Готово! 9. Опция возврата смартфона. Если сообщения на экране блокировки недостаточно, вы можете установить приложение против кражи. Такие приложения, одно из них Cerberus, могут делать фото, активировать микрофон, заблокировать телефон и удалить с него все данные, найти устройство по GPS или даже использовать громкий сигнал, чтобы привлечь внимание окружающих людей. 8. Экономия памяти. Рано или поздно память на телефоне заполнится. В таком случае вы можете использовать карту памяти, облачные хранилища, такие как Dropbox, или перенести данные на ПК. Но погодите, есть и другой крутой способ. Просто загрузите данные в Telegram. Telegram позволяет вам отправлять файлы, сообщения и ссылки самому себе. Вы можете использовать его как блокнот и облачное хранилище. Просто найдите в списке свой номер и вперед! 7. Телефон как система видеонаблюдения. Используйте старый смартфон, чтобы создать простую систему безопасности для дома. Приложение с датчиком движения превратит ваше устройство в систему видеонаблюдения, которая будет делать снимок, когда кто-то появится в поле зрения. Она тут же отправит снимки на ваше устройство. Более подробную информацию о том, как собрать такой гаджет, можно найти здесь. Вы также можете превратить смартфон в видеоняню для ребенка. Вот приложение, которое реагирует на выбранные шумы. Но помните, что всегда лучше использовать специально предназначенные для этого устройства. 6. Видеорегистратор. Вы также можете использовать свой смартфон как видеорегистратор. Все, что вам нужно сделать, это установить камеру так, чтобы на экране хорошо просматривалась дорога. Чтобы все работало еще лучше, установите специальное DVR-приложение. Конечно, разумнее использовать настоящий видеорегистратор. Но если вы взяли машину на прокат, такой самодельный девайс будет полезен. 5. Ультрафиолетовый фонарик. Уф-фонарик может вам пригодиться, особенно если вы хотите проверить купюру на подлинность. Сделайте его сами с помощью скотча, маркеров и, конечно, смартфона. Приклейте кусок скотча к фонарику и закрасьте его синим маркером. Повторите первый шаг, закрасьте его фиолетовым и сделайте еще два слоя таким же образом. Готово! 4. Смартфон как строительный уровень. Сейчас на любом смартфоне есть акселерометр и гироскоп. Оба позволяют определить местоположение устройства в пространстве. Загрузите специальное приложение для Android и iOS, и ваш телефон сможет заменить строительный уровень. Это точно сработает для мелких нужд, но для профессиональных целей лучше использовать настоящий уровень. 3. Доступ к волшебному меню. Если вы серьезно относитесь к своему смартфону и постоянно используете его, вы можете менять его настройки на уровне профессионала. Для этого вам нужно зайти в меню разработчика. Перейдите в настройки, о телефоне. Нажмите 7 раз на номер модели. Поздравляем! Теперь вы разработчик. Используя это меню, вы можете улучшить общую производительность, качество приема сигнала и внешний вид системы. 2. Интересная статистика. Ваша семья жалуется, что вы стали зависимы от смартфона? Тогда пора это обдумать и узнать, насколько вы зависимы, просмотрев занимательную статистику. 3. В iOS вам просто нужно зайти в настройки, батарея и нажать на значок справа от колонки за неделю. Появится список часто используемых приложений. Чтобы сделать это на Android, вам нужно будет установить специальное приложение. Да-да, еще одно приложение. Например, Instant. 1. Монохромный режим. Хотите сберечь заряд батареи и свое зрение? Тогда пользуйтесь смартфоном в монохромном режиме во время чтения. Перейдите в волшебное меню разработчика и найдите опцию «Имитировать аномалию». Затем включите монохромный режим. Теперь ваш телефон будет работать в черно-белом режиме. Кстати, какой из брендов ваш любимый? Знаете ли вы другие интересные функции смартфона? Поделитесь с нами в комментариях. Не забудьте нажать «Нравится» и подписаться, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни.